Глубоко уважаемые коллеги, кишечные колики знакомы каждому педиатру. Эта проблема настолько старая, сколько существует мир и сколько у нас женщин рожают детей. Колики были, они будут всегда. Вопрос только относится к интерпретации, что такое колики, и к тем новым веяниям, которые мы используем для того, чтобы облегчить жизнь и ребенку, и самое главное, улучшить качество жизни его родителей. Я позволю себе остановиться только на основных инновациях, которые сейчас используются у нас в педиатрии, согласно последним международным данным. Но прежде всего, что колики относятся к функциональным расстройствам, вы все это знаете, что такое функциональное расстройство, тогда, когда нет органического поражения, когда имеется только функциональное нарушение, связанное с нарушением прежде всего деятельности центральной нервной системы. Однако, доктора, эта дефиниция сейчас подвергается сомнению. Сейчас вот на последнем как раз конгрессе Эспаган в Греции было сказано, что у некоторых детей при функциональных кишечных коликах находят незначительные органические изменения, поражение слизистой. Это доказывается лабораторными исследованиями, и поэтому, возможно, мы стоим как раз у черты такого, что и колики будут иметь свою органическую основу. Но пока мы говорим о том, что колики не имеют органической основы. И вот дефиниция кишечных колик, они вам достаточно хорошо известны. Это римские критерии третьего пересмотра, я на них не буду останавливаться. И опять-таки данная дефиниция также подвергается сомнению. И до этого года, и на прошлом, в течение уже нескольких лет обсуждается вопрос, чем отличается ребенок, который плачет 2 часа 50 минут, от ребенка, который плачет 3 часа в сутки. Поэтому эти дефиниции будут пересматриваться. И я думаю, что в следующем году мы вам, может быть, и доложим, потому что обещали, что к следующему как раз СПГАНу будут пересмотрены эти критерии. Будут римские критерии уже четвертого пересмотра по многим функциональным расстройствам. Колики на сегодняшний день, по данным различных авторов, встречаются в разном проценте случаев. Вот начиная от 30% до 90%. Мы провели анкетирование трех поликлиник города Москвы. И однозначно все педиатры сказали, колики встречаются в 100% случаев у мальчиков. И где-то до 70% у девочек. Но у мальчиков колики чаще всего приобретают более тяжелое течение. И не все колики нужно лечить. Лечить нужно только тяжелые колики. Так отвечали наши педиатры. Если говорить об эпатогенезе развития колик, мы говорили о том, что и незрелость играет роль. Да, морф функциональная незрелость, ферментативная недостаточность, нарушение центральной нервной системы, слизистой ЖКТ и так далее. На сегодняшний день развивается четкая концепция того, что имеется патологическое или неправильное программирование, заложенное уже внутриутробно и в первые дни жизни ребенка, когда нет соответствия между функционированием нервной системы, слизистой ЖКТ и микрофлорокишечника. И это лежит сегодня в основе развития этиопатогенеза колик у детей. Кроме того, обсуждается роль как раз грелина и метилина. Это биологически активные вещества, которые находят у детей с тяжелыми коликами, колик в очень большом количестве. А именно они отмечают за спазм в кишечнике. И вот как раз содержание известной работы Франческо Савина по изменению кишечной микрофлоры у детей с коликами. Считается, что очень большое содержание кишечной палочки, о которой сегодня говорят, она всюду у нас, это кишечная палочка, и вот очень большое количество преобладающие над бифидой и лактобактериями. И сегодня уже говорят о том, вот мы только что говорили, астма есть не аллергическая. Оказывается, и пищевая аллергия, и кишечные колики могут быть опосреданы пищевой аллергией. Считается, что основное, что приводит к развитию колик, это пищевая аллергия на белок коровьего молока, если мы говорим о детях раннего возраста, и она может быть тоже не ИГЕ опосредованной. И механизм развития колик достаточно прост. Нарушение переваривания пищи способствует избыточному газообразованию. Скопившиеся конгломераты газов давят на нервные окончания. Возникает боль, которая и доводит до ужаса родителей, потому что ребенок кричит сутками. И прежде всего мы хотели бы вам сказать, что нужно колики коликами, но всегда нужно помнить, что нам прежде всего необходимо в данной ситуации еще исключить картину острого живота. Обязательно. В перерывах между коликами у ребенка никакой клинической картины нет. Он хорошо есть, он позитивный, и все замечательно. Да, если говорить о том, нужно ли лечить колики или нет, конечно, нужно. Потому что, во-первых, есть много очень работ, которые говорят о том, что психологический фактор вокруг ребенка, он очень важный, и идет нарушение этого фактора. У детей, у которых страдают тяжелыми коликами, у них чаще определяется гипогалактия. Есть работы финских авторов, где показано, что возникают негативные мысли. Посмотрите, у 70% матерей с тяжелыми коликами, у детей были негативные мысли какие? Выбросить в окно, положить подушку на лицо и так далее. То есть, конечно, вот это очень важно. Кроме того, существуют данные о развитии различных зависимых дефицитных состояний, такие как рахит, гипотрофия вследствие нарушения всасывания пищевых ингредиентов. В последующем сдавление, распирание газов может привести к развитию срыгивания рвота. Это закрепится, формируется гастроденальная рефлюкса. И вообще у детей с тяжелыми критическими синдромами в детстве наиболее часто определяются патологии. И многих органов и систем, что подчеркивает ряд зарубежных авторов и наших отечественных. Если мы говорим о лечении колик, то на сегодняшний день, конечно, мы прежде всего говорим о том, что если причиной колик чаще всего является пищевая аллергия, мы должны прежде всего разобраться с диетой матери. Если у ребенка тяжелые колики и даже нет вроде бы внешних проявлений на коже, Ирина Николаевна уже говорила сегодня о том, что чаще всего пищевая аллергия в кишечнике проявляется, то мы должны, мать, посадить на строгую диету, исключить все молочные продукты. Иногда даже мы исключаем говядину и телятину, потому что тот же самый белок. И если вот Франческа Савина предлагает в данной ситуации, если у матери нет молока, назначать полные или частичные гидролизаты на какое-то время для того, чтобы справиться с коликами. Кроме этого, конечно, нужна работа в семье, психоэмоциональное состояние у родственников мы должны учитывать. И, в общем-то, на сегодняшний день мы с вами помним, что мы широко использовали фитопрепараты, они не всегда сейчас оправданы. И самое главное, что можно проводить гимнастику, можно выкладывать на живот, пристегивающие пояса. Это наше средство российское, которое японцы запатентовали и продают. Да, переночку погладили, прижали, колики уходят. Они сделали такие пристегивающие пояса. И что бы мне хотелось сказать, выведение газа с помощью газоотводных трубочек и клизм. Вот я, отработавшая 15 лет в Филатской больнице, никогда не рекомендую, потому что за 15 лет видела несколько детей с перфорацией прямой кишки, когда родители неправильно вставляют трубочку. Видела одного ребенка, нахватила на всю жизнь, с восходящим некрозом кишечника, который родился нормально, но после клизма с яблочным уксусом у ребенка был некроз кишечника, у него осталось всего 80 сантиметров тонкого кишечника. Поэтому, конечно, если только родители понимают, что нужно делать, тогда можно этот метод рекомендовать. Но, в общем-то, давно уже эти препараты на основе семитикона, они давно в России, они давно зарекомендовали себя. Они, конечно, являются симптоматическими средствами, они убирают, их основное действие направлено на то, чтобы уменьшить, не уменьшить количество газов. Они не действуют эти опыта генетически, они действуют как симптоматическое средство, они способствуют тому, что препарат семитикон способствует тому, что поверхностное натяжение пузырьков разрывается, они становятся более мелкими, легко всасываются или выводятся. Это препарат самый безопасный. Вот это исследование, проведенное за рубежом в Германии, показывает, что самое большое количество побочных действий было у седативных средств антихолидности разных, но мы такие средства в России, слава богу, не применяем. Спазмолитические имеют тоже большое количество. Вот красненькое – это побочное действие. Растительные средства мы сейчас их не принимаем, чаще не рекомендуем, потому что наши дети незрелые, у них аллергия очень частая. Мы видим даже на наш банальный укроп у детей часто аллергии. Исимитикон не имеет никаких побочных действий. А не имеет он побочных действий почему? Потому что это совершенно инертное вещество, которое не адсорбируется в кишечнике, оно выводится скалом в неизмененном виде. Раз оно не изменяется, не метаболизируется, у него нет никаких побочных действий. Кроме того, по препарату Исимитикон есть очень большое количество исследований у японцев и у немцев, которые посвящены исследованию токсичности данного препарата и экспериментально это в основном исследования на беременных крысах смотрели, чтобы показать, что нет репродуктивной токсичности. Давали беременным крысам препарат Исимитикон и потом посмотрели, как живут крысята. Их отслеживали, потом скрывали, смотрели, доказали, что нет репродуктивной токсичности. Также нет ни онкогенной, ни мутагенного потенциала у данного препарата. Препараты Исимитикона хорошо известны. Да, у нас их много сейчас достаточно. Сегодня мы хотим вам представить совершенно новый препарат, который только в течение года у нас на российском рынке. Это Испумизан Бэби. Его отличает от других препаратов то, что это уникальная форма, где в одном миллилитре 100 миллиграмм Исимитикона. Очень важная формула, потому что высокая активность препарата связана именно с этим содержанием. Это и экономичность, и эффективность. Можно применять с первых дней. Много зарубежных данных, которые показывают, что эпизоды плача снижаются при назначении этого препарата, продолжительность плача изменяется. Но важно еще не только, сколько он по времени кричит, но и важно, как он кричит. Вот он становится кричит, но не так громко, что не так раздражает родителей. Есть исследования, которые показывают, что очень высокие комплаенсы у детей и у детей и у врачей с предназначением данного препарата. Мы посмотрели 15 детей. У нас было это, но это не клиническое исследование. Это было 15 малышей, которым это клиническое наблюдение, которому мы давали Симитикон Бэби. Но особенностью этого клинического наблюдения было то, что у нас до этого все дети получали другие препараты Симитикона. Мы хотели посмотреть, как он будет действовать с Пумизан Бэби и какие будут отзывы родителей. Препарат назначался 5-10 капель на каждый прием, в каждое кормление. Если у ребенка нарушено переваривание, оно существует в каждое кормление. Поэтому препарат нужно давать в каждое кормление. Некоторые родители дают неправильно, дают 3-4 раза в день. Сколько кормим, столько и даем. Критерием эффективности было исследование симптомов. Мы оценивали и жалобы, и симптомы заболевания по определенной шкале, и оценивали эффективность и переносимость полученной терапии на первый, второй и седьмой день от начала терапии. И вот что мы получили. Мы получили, что у нас изменение показателей жалоб достаточно хорошее. Вы видите, минус 5,1. Суммарный балл симптомов тоже очень хорошая реакция на этот препарат через 7 дней на минус 5,8 баллов. Таким образом, этот препарат достаточно быстро успокаивал детей, что и отмечали не только врачи, но и родители. И кроме того, этого полностью были удовлетворены 86,7% родителей. Потому что понятно, что удовлетворенный эффект был, 100% эффекта не бывает ни у одного препарата. И хотелось бы отметить, что ни в одном случае не было зарегистрировано никаких побочных эффектов. И маленькое клиническое наблюдение. Мальчик в 2 месяца 27 дней. Жалобы на выраженное беспокойство в течение суток. Со слов мамы, малыш спит в сутки не более 3-5 часов. Часто просыпается, плачет, поджимает. Ну, типичная картина колик. Данная симптоматика появилась в возрасте 2 недель. Это вот вопрос как раз, когда появляются колики. Сейчас они могут уже с рождения появиться. Раньше мы говорили, что с месяца. Получал различные препараты, в том числе и семитикона, но состояние полностью не нормализовалось. Род достаточно, беременность физиологичные, роды благоприятные, хорошие весоростовые показатели у данного ребенка. Находится на грудном вскармливании. Мать соблюдает гипоаллергенную диету, но употребляет молочные продукты. Когда мы спросили, что такое гипоаллергенная диета, это вот то, что говорила Ирина Николаевна. Да, исключили рыжая, красная. Да, мы сейчас говорим, что это значение совершенно не имеет. А главное, конечно, это исключить молоко. Ну, при состоянии мы видели, что у ребенка есть признаки морфо-функциональной незрелости. Да, видели все признаки клетичных уколик. Это и вздутие живота, и урчание. И кроме этого, на коже у ребенка была сыпь на щечках еще и за ушами, и при осмотре у него был жуткий совершенно область ануса и стул. И, естественно, был выставлен диагноз «атопический драматит» – гастроэнтестинальная форма пищевой аллергии и младенческий фон в колике на фоне морфо-функциональной незрелости. Назначено грудное, ну, грудное скормление продолжили. Полностью исключили молочные продукты, говядину и телятину. Да, но пока это все выведется, что есть у ребенка, конечно, понадобился симптоматический препарат на колике «Испумизан-Бэби». Назначили 10 капель после каждого кормления. На фоне изменения диеты и дачи препарата «Испумизан-Бэби» состояние ребенка нормализовалось, и колики у него, конечно, они были, но они были редкие, и они были очень низкой интенсивности. И вот я привожу высказывание мамы, мне оно понравилось больше всего, но это, конечно, интересное такое ее высказывание. Она сказала «Испумизан-Бэби действует быстро, через 3-5 минут после дачи препарата она кладет ручку на живот и слышит, как начинают лопаться пузырьки». Но это ее индивидуальная реакция. Благодарю вас за внимание. Спасибо.